Добрый вечер, это ИТВ, телевидение и мнение. Меня зовут Денис Каменщиков. Меня Влад Горин. И сегодня в программе «Сумма мнений» мы поговорим о теме грустной, страшной и местами даже какой-то безжизненной, о самоубийствах. А буквально сегодня в среднеуральском СИЗО повесился молодой человек, 20 лет, подозревался в грабеже. А буквально вчера в одной из городских больниц в подвале нашли женщину молодую, которая порезала себе вены и оставила две записки в палате. В общем, в Екатеринбурге это уже третий суицид, о котором говорит пресса. Ну и вроде бы специалисты говорят, что этих самых историй гораздо больше. Почему? Мы помним, кстати, прошлогоднюю волну самоубийств подростков. Во всяком случае, нам всем показалось, что это была волна. Давайте обсудим. Может быть, эта волна возвращается и затронет не только молодые души, но и взрослых людей. И почему все это происходит, и как с этим можно бороться и лечить. Елена Прохорова, руководитель областного кризисного телефона «Доверие». Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. И Михаил Григорьевич Перцель, главный психотерапевт Свердловской области. Михаил Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот что это? Это какая-то волна самоубийств подростков. Растет число вообще? Наверное, я начну как человек, который знаком со статистикой. На самом деле, говорить о каких-то волнах, ну, наверное, неправильно. На самом деле, ежегодно совершаются самоубийства и во всей стране, и во всем мире. И, к сожалению, это явление, которое на протяжении всей истории человечества имеет место быть. Другое дело, что при разных условиях, в разных странах, для разных людей это, в общем, явление имеет совершенно разное значение. А сезонность, вот весеннее, осеннее обострение, это как в народе говорят? Да, значит, мы наблюдаем за статистикой. Действительно, вот в весенне-летний период, особенно вот в начале лета, весной, действительно количество самоубийств повышается. К зиме это количество сокращается. Но это такая относительная статистика. Ну, вот на телефоне, например, за прошлую и позапрошлую неделю всего на двух линиях было шесть звонков, с которыми работали именно по этой теме. А, например, перед Новым годом два. Ну, вот она разница. То есть, как бы в ожидании праздника народ не готов себя... Да, безусловно. Это многие самоубийства происходят в праздник. То есть, люди не звонят в праздник, но при этом убивают себя? Возможно, не звонят и убивают себя. Мы же ведь работаем, ну, телефон доверия работает только с теми, кто всё-таки решил, несмотря на то, что очень тяжело, и жизненная ситуация там, кошмарная, да, но всё-таки решил ещё какую-то помощь получить. Михаил Григорьевич, у вас же есть представление, что весна является таким вот сезоном, когда действительно меняется природа, всё начинает расцветать в преддверии каких-то вот таких хороших изменений в жизни и в природе. И вот эта обстановка входит в большой контраст с тем, что происходит в душе у человека, который страдает депрессией или находится в очень каких-то тяжёлых, значит, субъективно для него обстоятельствах. И вот этот контраст, он ещё более усиливает вот ощущение своего несчастья. — У вас есть доклад, простите, пожалуйста, у вас есть доклад, в котором вы говорите, что за последние 10 лет в Свердловской области в два раза сократилось количество суицидов? — Да, на самом деле количество суицидов сократилось и в Свердловской области, и у нас по стране в целом, но вот мы, наверное, можем особенно на это обратить внимание, что у нас вот на Урале, в Свердловской области количество суицидов сократилось. Но вообще это такое явление, которое имеет очень большое количество предрасполагающих факторов, и говорить о том, что что-то конкретно является его причиной, практически невозможно. Есть такое представление, что количество суицидов напрямую зависит от количества социальных каких-то катастроф, неблагополучий, и напрямую зависит от количества людей, обладающих такой психологической неустойчивостью. Чем больше социальных передряд, чем больше людей неустойчивых, тем больше количество суицидов. Я бы тут хотела включиться. У нас на телефоне доверие. Мы заметили такую тенденцию, наши консультанты рассказывают мне на супервисских группах. Очень интересно, как только пропадает ощущение ближайшего будущего нормального, вот этот тоннель сужается. Что эти люди говорят? Можете, кстати, назвать телефонное доверие для взрослых и для детей? Конечно. Для взрослых 8 800 300 11 00, для детей, подростков и родителей 8 800 300 83 83. Телефоны, как вы видите, простые, и запомните их легко. И бесплатный. И бесплатный круглосуточный доступ. Когда разговаривают с человеком, который позвонил, ему что говорят обычно? Ему как раз пытаются набросать перспективу, говорят, перезвоните завтра. Ни в коем случае. Одну секунду. Что он для начала говорит? Вот я звоню. Здравствуйте, я пошел, выброшусь из окна. Если так говорят, то мы выдыхаем, потому что, скорее всего, это розыгрыш. Так. Особенно на подростковой линии. Подростки любят серьезными вещами и серьезными темами шутить, но тем самым они все равно пробуют, как консультант отреагирует. И вообще можно ли с чем-то действительно волнующим и серьезным обращаться на телефон доверия? А что говорят тогда, если? А если вот брать звонки... Что тревожит на самом деле? То, как правило, сначала очень долго молчат, а потом задают вопросы из серии. Скажите, пожалуйста, вот если очень сложная ситуация, можно ли научиться ничего не чувствовать? Отключаться? Да. Когда вот выхода нет, но вот еще есть какие-то обязательства там перед собой или перед своими близкими. Вот обычно с этого начинают. Как правило, люди сразу не говорят, если не считаете звонков розыгрышей, звонков проверок, что вот я там решил повеситься или там... Нет, все-таки спрашивают о том, что такое телефон доверия, какая реально помощь здесь оказывается в сложных ситуациях. Вот если прозвучали слова сложная жизненная ситуация и непонятно, есть ли вообще выход, вот тогда консультант собирается и начинает интервьюировать осторожненько, более детально расспрашивая о ситуации абонента. А что спрашивают? Какие волшебные слова нужно сказать, чтобы человека удержать? Волшебные тут не слова. Волшебство заключается в контакте. То есть если контакт удается наладить, это самое важное. То есть это интонация голоса, тембр голоса, не знаю, что еще, громкость голоса. У нас есть волшебное слово на телефоне доверия. Отлично. Знаете, мы спросили людей на улицах, что нужно сказать человеку, который решил покончить с собой. Давайте послушаем, что думают горожане по этому поводу и оценим их методику. Здравствуйте, с вами Лена и наш традиционный опрос у терки. Обычно люди, которые решают покончить жизнь самоубийством, никому об этом не рассказывают. Но если вы узнали о таких намерениях среди ваших друзей и знакомых, им можно помочь. Какими словами стоит отговаривать людей от суицида, мы спросили у горожан. Я сказала, что это грех. А там уже убедить, найти интересы в жизни какие-то. Не знаю, может, что-то хорошее ему сказать, доброе, чтобы он все-таки не решился. Надо доброта близких, вот, тогда он не будет все это делать. Это надо, чтобы психологи с ними работали, они в курсе. Просто если видишь, просто теряешься в этой ситуации, может быть и такое. Ну, не знаю, надо сделать все, чтобы отговорить. Я думаю, рассказывать о том, какая хорошая жизнь и зачем вообще ему это надо. Ну, предложить, может, какую-то помощь. Наверное, так. Жизнь прекрасна. И все. Что еще можно сказать? Больше нечего добавить. Ну, смотрите, Михаил Григорьевич, можете оценить? Жизнь прекрасна. Больше нечего добавить. Жизнь прекрасна, а ты со своими проблемами оставайся. Пусть психологи занимаются. Ты хороший. Да, самое безжалостное. Иди к психологу, мне тебе сказать нечего. И тоже довольно безжалостное. Это грех, ты будешь гореть в аду. Или вот как Денис прокомментировал, за оградкой похоронен. Ну, мы проводили исследование, почему совершают самоубийства подростки. И выяснили вот такую, ну, мне кажется, очень важную для того, чтобы они знали все остальные, значит, вещь. Что в основном подростки подходят к вот этой грани тогда, когда они ощущают себя, ну, как бы вне контекста вот ближайшего окружения. Когда они начинают чувствовать себя людьми отвергнутыми. Что у них жизнь непрекрасна. Даже не в этом дело. Когда они начинают чувствовать, что они никому не нужны. Поссорились с подружкой, поругались с мамой. И кажется, что весь мир от тебя отвернулся. И в этот момент, вот, как раз самым важным, что можно сделать человеку, это показать ему, что он нам нужен. Что он нам понятен, дорог, близок. И интересен. Что бы с ним не происходило, он является для нас важным. Кто это должен делать, все-таки близкий или какой-то неизвестный психолог, который, я хочу никого обидеть, мы просто все равно чужой человек. Это могут и должны делать все. Все? Да, значит, ну и в первую очередь это, конечно, касается близких людей. И такое ощущение своей нужности, оно возникает в первую очередь в семье. Второе, это, конечно, вот коллектив, в котором человек находится, ну, школы, институт, ну, в общем, так глупо. Это референтная группа, как сейчас принято говорить. Да, даже вот дворовая компания. Родители являются референтной группой, знаете, вот это вот традиционное, ты о нас с мамой подумал. Это очень абивалентно. Если контакт хороший у родителей с ребенком, то тогда да. Если родители действительно авторитеты, да. Но ведь переход для возраста все равно всех настигает, хоть какой-то авторитет. Ну, настигнет хоть какой-то отличник, хорошист. Безусловно. Все равно настигнет вот это вот история. Безусловно. И здесь вот, опять же повторю, качество контакта. Кто и разбился на мотоцикле, блин, капец. Ну да, ну да. Как же жить дальше? К сожалению, вы понимаете, конечно, нам бы хотелось всем иметь стопроцентные гарантии. Но их нет. Так же, как и в любви. Ну, нету. Чувство вины срабатывает, подумаем о нас с матерью. Вот это вот хорошее дело. Может, может сработать. Как правило, оно срабатывает у взрослых людей, у тех, у которых действительно вот это вот чувство развито. И тут надо понимать, что, например, у детей и подростков нет вообще такого полного представления о смерти, что вот этот шаг, он навсегда, и его в обратную сторону повернуть уже невозможно. И чаще всего это, ну, какая-то игра или демонстрация. Где-то только в 20, там, чуть с лишним процентов случаев это вот осознанный акт самоубийства. В остальных случаях это способ привлечь внимание к себе, к своим проблемам, показать, что вот я, смотрите, я живой, обратите на меня внимание. Ну, один из самых распространенных в сети, по крайней мере, в прошлом году роликов, где девочка в кадре спрыгивает с крыши, снята на телефон, потом выясняется, что она спрыгнула на полтора метра вниз, и там еще есть один козырек, и она на этом козырьке весело потом пляшет. Пляшет. Я напомню, что можно комментировать и связываться с нами по скайпу, есть функция видеозвонка, нам очень важно ваше мнение, ваши вопросы. И мы говорим так не только потому, что боимся, что вы покончите с собой, нам действительно интересно. Если бы так, я бы сказал, угу. Так вот, угу. Поли Степнаев нам пишет, если близкий человек шантажирует, звонит бывший молодой человек и говорит, выброшусь из окна, если не вернешься. На самом деле это очень грустно для их отношений. Шантаж, он не основа реальная, не является фундаментом для построения чего-то серьезного в плане партнерства. Это может быть сиюминутный такой импульс молодых людей. Один еще не сталкивался и не проживал реально ситуацию отказа, отвержения, потери. То есть вы полагаете, что это только молодой человек? А, ну да, здесь бывший молодой человек. Бывший молодой человек. Понятно. Но ведь у взрослых это может быть? Может быть. Более того, я знаю, что действительно так можно, особенно женщин, к себе привязать. Но потом все равно, через несколько месяцев или лет, жизнь показывает, что такие отношения, они обречены. Там люди мучаются. Елена, спасибо, у нас есть телефонный звонок. Мы позвонили, на самом деле это не нам позвонили, а мы позвонили Константину Михайловичу Брусину, токсикологу. Весь город знает его по летним репортажам об отравлениях грибами, но вообще-то к нему еще привозят тех, кто решил покончить с собой. Константин Михайлович, добрый вечер. Вы нас слышите? Да, слышу хорошо. Здравствуйте. Константин Михайлович, вот можете нам рассказать, как специалист, а вот что происходит с человеком, который пытается отравиться, ну и травиться, потом его доставляют в больницу, и человек выживает, его спасают врачи, но дальше-то с этим приходится жить. Кроме психологической есть еще, я так понимаю, просто физиологическая проблема, да, человек болеет вот после этих. Каковы последствия? Каковы последствия? Ну, к счастью, все-таки последствия бывают не у многих больных. Вот по нашему центру летальность от отравлений это около 2%. Конечно, по разным отравлениям она разная. Например, при отравлениях уксусной кислотой летальность выше. Но, понятно, к нам привозят из области наиболее тяжелых больных. Конечно, суицидальное отравление составляет среди отравившихся уксусной кислотой более 50%, порядка 60%. И там летальность, ну, у нас около 6-8%, в некоторые годы до 10%. Ну, и вот при этом отравлении, это все-таки очень тяжелое отравление, все-таки инвалидизация бывает нередко. То есть люди, у которых развивается после тяжелых отравлений уксусной кислотой стыно засужение на протяжении пищеварительного тракта. Это, конечно, тяжелое и это тяжелое подъезд. А что это собой представляет? Это порядка 5% больных. Знаете, обычно подростков пугают, что вот выпьешь кислоту уксусную, тебе вместо пищевода кишку другую пришьют, и будешь еще пищу проталкивать физически, станешь уродом. Как это выглядит вообще? Ну, действительно, при вот этих стенозах на протяжении пищеварительного тракта, который, как я говорю, примерно у 10% отравившихся случаются, приходится или делать гастро- или юностому, то есть вводить пищу непосредственно в желудок или в кишку, или проводить потом тяжелые реконструктивные операции уже хирургов. Действительно, там есть методики и выведения кишечника и так далее. Вот, то есть это, конечно, и операции тяжелые и достаточно неприятно все. Ну, вот что касается, например, медикаментозных отравлений, конечно, летальность, к счастью, по ним невысокая. Мы почти всех больных спасаем. И процент инвалидизации небольшой, но он все-таки есть. То есть бывает, что после тяжелых отравлений, сопровождающихся тяжелым поражением головного мозга, у больного развивается полическое состояние. То есть, по сути, он живет, но без всякого сознания. Это не частые случаи. Это примерно около 1% отравившихся, но и это много. Ну да, потому что это в любом случае живые люди, наши сограждане. Спасибо, Константин Михайлович. Константин Михайлович, можете сказать, кто в основном с собой что делает? Ну, то есть, вот по вашему отчету, я так понимаю, что взрослые – это в основном мужчины и в основном лезут в петлю, а подростки – это в основном девочки и в основном таблетки. Ну, вообще, действительно, самый частый способ покончить с собой люди используют отравление. Но самым таким брутальным способом являются какие-то травматические поражения, в первую очередь повешения, механические травмы, огнестрельные ранения и так далее. Чаще всего к таким кардинальным способам прибегают, конечно, люди, которые истинно пытаются покончить с собой, когда это действительно не демонстративные истинные суицидальные попытки. И больше это относится к мужчинам. Мужчины доводят попытки самоубийства до завершения чаще, чем женщины. Более целеустремленные. Ну, может быть, потому что мужчины, наверное, более основательные. Мужик сказал, мужик сделал, в смысле, или наоборот, не сказал, в данном случае сделал. И тут есть еще один такой момент. Дело в том, что мужчины, и это касается, наверное, нашей страны в особенности, обладают такой вот особой психологией. Потому что у нас мужчинам не принято быть слабыми, не принято проявлять эмоции, не принято говорить о своих чувствах, не принято страдать. А где, простите, принято? В остальных странах это вот как-то вроде допускается. Да ладно? Да, да, на самом деле. Я не те американские боевики смотрел? Не про тех африканских парней с луками и стрелами? Вы знаете, вот мы в этом плане немножко отстаем от другого мира. Я имею в виду вот в плане реализации каких-то своих прав на эмоции. Значит, в традиционных обществах для этого существуют определенные ритуалы. У нас нормальный ритуал стакан, вечер, огурец. Вот, к сожалению, этот ритуал, он не приводит к разрешению вот этих тяжелых эмоций. Значит, в каком-нибудь африканском племени какой-нибудь танец, значит, своего несчастья помогает решить проблему. То есть, я так понимаю, плакать и танцевать? Ну, значит, нужно выбирать. Ну, все-таки самый лучший способ – это поход к психологу. Ну, или, по крайней мере, звонок на телефон доверия. Вот, это самый лучший способ. Значит, вот мы остановились где-то. Мы ушли от ритуальных танцев, но не пришли к такой всеобщей психологической грамотности. И этот путь нам еще предстоит сделать. Вот поэтому мужчины у нас оказываются людьми, ну, в каком-то плане, вот, незащищенными. Ну, потому что они находятся, являются заложниками вот этой вот психологии о том, что мужик должен быть сильным, он не должен плакать. И мальчики вот должны всегда быть на коне и так далее. Для женщин в этом плане немножко проще. И поэтому чаще женщины совершают, ну, какие-то вот такие эмоциональные поступки, которые, ну, вот, к счастью, являются менее брутальными, чем мужские. А что касается девочек, знаете, вот в том году, когда была волна самоубийств подростков, депутаты во всем, как водится, обвинили интернет. Есть плохие сайты, там учат. Может быть, вообще мода у подростков на самоубийство, на средства самоубийства? Да, значит, вот, к сожалению, так и есть. Все-таки интернет виноват. Интернет, ну, не совсем его можно называть виноватым, но он подливает, в общем, своего масла в этот самый огонь. Виноват, это, конечно, то психологическое состояние, в котором находится человек, а вот средства массовой информации, они добавляют в это вот этот самый элемент моды. А вот сейчас мы тоже добавляем. Ящики совершаются. Вы знаете, вот как подать. Как доктор. Нет, вот, вы же слышите, вот как мы подаем. Как подать? Вот когда об этом с надрывом говорит ведущий с экрана, вот у нас в стране, значит, дети, там и так далее, и так далее. Вот это точно подливает. Если подойти к этому вдумчиво и говорить об этом спокойно, без истерики, и самое главное, объясняя, что есть другие выходы. Вот так. И эти выходы гораздо более крутые, что ли, гораздо более модные и, наверное, гораздо более перспективные, ну, для последующей жизни человека. Тогда интернет не будет подливать масло в огонь. Вот здесь ответственность тех, кто несет вот это вот слово в массы, оно на самом деле очень великое, и об этом нужно все время помнить, и мы об этом стараемся напоминать. Все могут нести слово. Наши зрители тоже несут это слово, Зинаида Дашкова интересуется, во-первых, уточняет, есть ли все-таки сезонность, да, специалисты сказали, что сезонность есть, и спрашивает вас, Елена, много ли звонят, и если человек звонит, это же не значит, что он не хочет все-таки ничего серьезного делать? Безусловно. У нас бывают звонки, когда по два, по три часа с человеком приходится разговаривать, и итоги этих разговоров, слава богу, положительные. А как вы контролируете, кстати, вот, ну, позвонил он откуда-то? Что значит слово контролирует? Ну, смотрите, вот позвонил человек, говорит, я вот так, у меня все плохо. Назвался там Васей Пупкиным, на самом деле по-другому его зовут. Вы же, вы как можете проконтролировать, что-то с ним случилось или нет? Как вы понимаете, что с ним все хорошо, что итог-то положительный? Ну, вообще, консультант просит перезвонить на следующий день, или после того, как вот человек начинает о себе заботиться, вызывает скорую, например, или устраивает промывание желудка, если это какие-то медикаменты, вот, потом на следующий день, на другие смены, через какое-то время обязательно просим сделать контрольный звонок. И, как правило, люди откликаются, звонят, потому что это очень важно, вот, Михаил Григорьевич подчеркнул, быть опять значимым для кого-то. Разговоры записываются? Звонки отслеживаются? Ну, что вы, ни в коем случае. У нас анонимная конфиденциальная служба. То есть, если я позвоню и скажу, знаете, я уже все решил, я сейчас через минуту положу трубку, хочу вам вместо записки просто передать слова, вы мне не сможете вызвать скорую? Если он скажет адрес, куда, мы, конечно, это сделаем. Если он не скажет, как. Поля Степная, как разглядеть склонность к такому поступку у близкого человека? Если он начал вести себя странным, непривычным для него образом, например... Любым странным образом. Любым странным образом. Например, вот, особенно для подростков. Был шумный, во всем, ну, спорил, не соглашался, тот притих, все делает правильно, хорошо. И родители обрадовались, между прочим. Раздает свои вещи. Так. Прибирает. Вы знаете, как, знаете, вот итог подводит какой-то. Раздает вещи, в смысле, друзьям? Да, друзьям. Ну, типа, завещает, он говорит, а вот, допустим, если вдруг меня не станет, там, вот, тому-то другу, вот, то-то я бы хотел. Вот это очень, на самом деле, тревожно для родителей. А самоубийство заразно? Ну, вот, по своим работникам, можете сказать, они сами впадают в депрессию, сами подумывают о том, чтобы, черт возьми, надоело это слушать? У психологов есть такое понятие, синдром выгорания. Вот, ну, есть, конечно, такое явление, но, к счастью, наверное, у нас есть и профилактика синдрома выгорания, и, в общем-то, ну, я не знаю ни одного случая, когда у нас люди сами подходили близко, вот, к ситуации суицида. Михаил Григорьевич, а можете мне про механизм рассказать? У нас просто продюсер специально сходила в травмопункт и спросила, к вам привозят там порезанных, еще каких-нибудь покалечившихся с следами асфиксии. Ей рассказали, да, привозят, и мы на человека смотрим. Если вот он вроде нормальный, мы его можем отпустить. А если он говорит, ой, жизнь плохая, я сейчас пойду все-таки доделаю свое дело, вот тогда мы его сдадим на сибирский тракт. Могут в травмопункте вообще отказывать человеку, которого вот привезли после даже неудавшегося суицида? Отказывать в оказании ему помощи медицинской? В оказании дальнейшей психологической помощи. Ну, вообще... Поучаствовать, так сказать, в организации... Вообще необходимо, чтобы людей, которые находятся вот в таком, значит, сложном психологическом состоянии, осматривал специалист. Психотерапевт, психиатр, психолог, который, ну, вот, собственно говоря, и мог бы вынести такое профессиональное решение. Ну, а чуть-чуть один травматолог. Ну, дело в том, что в крупных больницах там есть такие специалисты, и если это серьезная травма, и человек остается в стационаре, то, как правило, его консультируют. А если не серьезно, я неправильно резал, мало крови потерял просто... Значит, в этом случае, ну, врач любой специальности, ну, в общем-то, имеет, так сказать, квалификацию, он проходит психиатрию, пока учится в институте, и, в принципе, ну, такие представления о том, что такое депрессия и что в этом случае делать... Слушайте, ну, с учетом того, то есть психиатрии могут отпустить, чаще всего отпускают? Чаще всего отпускают, тут вот важно понять следующее. Дело в том, что реально психически больных, которые совершают попытки самоубийства, на самом деле единицы по сравнению со всей остальной массой. Это всего лишь несколько процентов. Основная масса людей, которые подходят к этой грани, это психически здоровые люди, которые оказались в сложной ситуации, в результате этого оказались в сложном психологическом состоянии, но до этого никогда, значит, не проявляли признаков психических болезней. И поэтому даже при попытке, по идее, нужно ставить на учет, а их отпускают. Значит, при попытке самоубийства нужно квалифицировать грамотно это состояние. Постановка, значит, поддиспансерное наблюдение осуществляется тогда, когда человек страдает хроническим душевным заболеванием с частыми обострениями и так далее. Значит, в данном случае мы говорим о каком-то, ну, приходящем состоянии, которое по разрешении ситуации может бесследно для человека пройти. Да, 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 совершенно верно. В плане медицинском? В плане того, что он не будет в дальнейшем психически нездоровым человеком. Мне кажется, травма-то всё равно какая-то остаётся. Ну, безусловно. Даже если команда любимая проиграла 5-0, то бывает. Нет, вот здесь я не соглашусь с вами. Дело в том, что не столь важна сама травма, сколь важна и ещё, насколько адекватным было посттравматическое окружение. То есть бывает так, что достаточно тяжёлая какая-то ситуация. Травма, даже сексуальное насилие, физическое насилие в семье особенно, да. Но нашлись люди, которые человека не обвиняют дальше, не говорят, что ты сам виноват, что до всего этого допустил, поддерживают его, понимают. Он получает адекватную эмоциональную поддержку. Тогда в его памяти это остаётся, как, может быть, самый главный жизненный урок, но не более того. И психика его как раз благодаря этому становится крепкой и зрелой. А насколько действенным, ну, такое злое, вот, ну, бросайся в окно, я следующий, или там, я следующая, я за тобой. Ну, как правило, это просто подначка, и это опасно. То есть это не сработает на остановку? Пятьдесят на пятьдесят. Анастасия Старкова нам пишет. Обычно все те, кто хочет закончить жизнь самоубийством, это просто люди, которые привлекают внимание к себе. Они боятся причинить боль и делают всё очень аккуратно, не дай бог, причинить себе вред. Ну, то есть боятся боли и... Ну, не все. Я уже говорил о том, что часть людей действительно совершают демонстративные суицидальные попытки, без вот такой реальной цели покончить с собой, ну, или, может быть, подразумевая это, но, относясь к этому, ну, вот, недостаточно серьёзно. Вот. Но есть такие, которые реально подходят к этой границе. Мы сейчас посмотрим сюжет, но... Да, только последний вопрос. Обычно это долгое состояние, желание покончить с собой. Это вообще вот ремиссия, как бывает у людей, которые с лишним весом борются, некоторые, вот как я, не очень успешны. Есть такой термин, суицидальное поведение. Вот если это суицидальное поведение, тогда это периодически происходит. Ну, это как манипуляция такая. А бывают одноразовые совершенно моменты, которые вот раз в жизни случились, и потом больше никогда не происходят с человеком. А сколько может длиться конкретно, вот, дней, недель, месяцев? Очень индивидуально. Очень индивидуально. То есть это может быть вот просто импульс, но это может быть и некое такое хроническое состояние, которое будет периодически повторяться. Да, и вот я хочу еще вот важную вещь сказать, что действительно, в любом случае, когда вы замечаете у своих близких, когда к вам как к специалисту обращается человек, который испытывает суицидальные мысли или намерения, стоит грамотно, вежливо, ну, как угодно направить его к специалисту, направить его в первую очередь к психологу или к психотерапевту. И, собственно говоря, врачи, которые встречаются с такими случаями, как правило, все-таки рекомендуют обращение к соответствующему специалисту. У вас в клинике есть ситуация, люди с такой ситуацией, что вот они, если им перестать колоть подавляющие препараты, просто пойдут и сделают то, что задумали. Ну, то есть держатся только на подавлении химии. Ну, вообще подавляющие препараты, тут, наверное, термин не совсем уместный. Простите, да, я пропомню. Речь идет, ну, наверное, все-таки об антидепрессантах, то есть препараты, которые, наоборот, так сказать, улучшают состояние человека и не подавляют его. Но основное все-таки это, вот если речь идет о психически здоровых людях, которые в результате каких-то сложных жизненных или субъективно сложных для них ситуаций оказались, значит, на грани самоубийства, основное все-таки это не препараты. Это психологическая поддержка, это разбор тех причин, которые привели человека к этой ситуации, тех механизмов, которые не позволили ему этой ситуации грамотно противостоять и разрешить ее, ну, каким-то подобающим для него образом и так далее. Основное это все-таки психологическая, психотерапевтическая помощь. Ну и далее, нужно забывать, что есть телефон доверия. Давайте я еще раз повторю. Номера 8 800 300 ровно 1100. Это телефон для взрослых. И есть еще детский. 8 800 300 ровно 83 83. В любом случае не держите в себе, обращайтесь к специалистам. Бывают случаи экзотических способов самоубийства. Вот давайте об одном такой летней истории посмотрим сюжет. Елена, спасибо. Михаил Григорьевич, спасибо. Встретим после сюжета новых гостей. Всего доброго. Всего доброго. Молоток вот тут валялся. Здоровый молоток. Ну и подставил к виску и дал. Взрыв, да, такой был взрыв. Хлопок за забором рассказывает баба Аня. Она услышала, когда полола грядки в огороде. Сперва, говорит, даже не поняла, что это выстрел. Неладная пенсионерка почувствовала, когда дым рассеялся. Под навесом она заметила лежащего соседа. И поспешила на помощь. Лежал как бы на взничь. Лужа крови. Из носа кровь, из уха кровь. Дмитрий Локшин скончался моментально. По всей видимости, он сам пустил себе пулю в голову. Но нетрадиционным способом. Оружия у погибшего не было. Зато были тиски, болт, патрон и молоток. Последний мужчина использовал как боёк. Тиски в горном щите есть практически в каждом доме. Как и молоток. Да и патрон найти не проблема. Сам же механизм, как оказалось, очень прост. Как покончил с собой Дмитрий, знает вся улица. Процесс занимает не больше пяти минут. Продемонстрировать его согласился сосед. Говорит, погибший не раз заявлял ему, что хочет использовать тиски не по назначению. Если стукнуть молотком, то что будет? Наверное, взорвется. Впрочем, эффекта взорвавшейся бомбы такой выстрел в горном щите не произвёл. Локшин, говорят знакомые, давно пытался свести счёты с жизнью. А я как медикю говорю, что он лучше затринял. Мужчина никогда не работал, пил и частенько оказывался в отделении полиции. Поднимал руку на сожительницу и своего трёхлетнего сына. Он вообще-то не первый раз говорил, что что-то там сделай. Он один раз, Света говорила, застрелился тоже. Удавшийся суицид теперь в деталях изучают следователи. Чиски отправлены на баллистическую экспертизу, судмедэксперты изучают и сам огневой снаряд. Он остался в голове погибшего. Скорее всего, патрон мужчина наполнил подручным материалом. Две версии. Первая из них – это суицид. И вторая версия – это действия третьих лиц, которые в результате повлекли за собой смерть потерпевшего. По результатам проведения проверки будет принято одно из предусмотренных законов решений. Следы самоубийства уже стёрты. И закрыли, чтобы это всё хорошо, чтобы прогорело. Потому что ребёнок, он везде бегает. Одежду лакшина сожгла его сожительница. По словам соседа, в смерти Дмитрия есть и её вина. Накануне женщина хотела выставить гражданского мужа за дверь. – Да, мы посмотрели про экзотический случай. У нас новые гости. Это Надежда Друян, заведующая отделением реабилитации кризисных психологических состояний. Добрый вечер. Ирина Глазунова, психолог, арт-терапевт. И Светлана Владимировна Яних, заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района. – Ну, если проще, человек, который работает с людьми старшего поколения, в общем, тоже психолог ведь, да, наверное? – Нет. – Нет? Ну, не, не важно, слава днём добрый вечер. – Добрый вечер, ближе к социальному работнику. – В интернете есть такой мем, называется «безысходность». И там черно-белые картинки, очень грустные, мрачные, но которые читаешь, и от этого делается смешно. Такой чёрный юмор. Как лечить безысходность? Юмором можно его лечить? Вот у вас в центре какая-то специфическая методика, чуть ли не матерные частушки. – Говорят, по слухам, какие-то тетрадки специальные. – Я тут не буду их цитировать. – Нет, ну, цитировать не надо. – Ну, какую-нибудь самую приличную можно. – Ой, вы знаете, я ни одной приличной не знаю. Но они нам просто не нужны приличной, потому что люди очень часто поступают, когда попадают они в тяжёлые ситуации, ну, допустим, там кто-то их не понимает, или кто-то несправедливо относится, или, допустим, поступает женщина, а у мужа там, допустим, появилась любовница, да? Любовница названивает, а женщина благородная, благовоспитанная, такая изысканная, она вежливо с ней разговаривает, и у неё нет выхода, а в душе-то ведь другое, то есть она не реализует то, что в её душе происходит. И я просто в таком случае говорю, а ты что, свою соперницу-то любишь, что ли? Она говорит, как это? Я говорю, а что-то с ней вежливо, ласково, и вообще, почему ты с ней разговариваешь? Зачем? Я говорю, хочется-то что сделать? Ну, она... Я говорю, ну, так а что мешает? А я не умею. – А, то есть вы учитесь? – Я учу. – Понятно. – Знаете, у нас телефонный звонок, давайте ответим. Здравствуйте, Борис. – У нас на связи человек, который, в общем, мужественный человек. Вы пытались совершить самоубийство. Расскажите нам, пожалуйста, как вы это сделали, и почему не довели до конца? – Ну, это как бы было, можно сказать, ну, не на трезвую голову. Как бы пришёл домой, отдыхал с друзьями, выпил там, и это... Пришла девушка домой, и начала там говорить там всякое, что такое-сякое, то-то, 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 то-то. Начала говорить специально, и к человеку, такому, можно сказать, невменяемому. Ну, душу к нему стала залазить, и вот, как бы я решил... Не я, а там то, что было от меня. Решил, сделал, вот так вот пошёл, и ладно, хоть остановили, и как бы вот такая ситуация была. – Вам повешали. Ну да, как говорят некоторые люди, пьяные люди ранимы. Ну, то есть, хорошо, и вы не пытались потом сделать это снова? Это для вас стало каким-то уроком? – После этого, конечно, это для меня стало уроком. Я средними привычками подзарезал, и как бы к людям стал относиться совсем по-другому, смотреть, знать, что, как у них вообще. И тем более жизнь одна, надо беречь. – Борис, а вы к специалистам обращались? Вот только что здесь Михаил Григорьевич говорил, что нужно обязательно идти всё-таки к психологу, к психотерапевту. – Ну, как бы не обращался, как бы я так сам себе всё решил, обдумал всё, как бы, всё, как бы, можно сказать, сам психолог. – С девушкой вы расстались? – Конечно, с этой девушкой расстались, познакомил уже с новой девушкой, как бы, всё прекрасно, жизнь, жизнь, надо жить, радоваться. Как бы это полная глупость, то, что было, я думаю. – А сколько времени прошло? Вы можете задавать вслух вопросы? – Борис, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а сколько времени прошло вот с той вашей попытки? – Это Ирина Глазунова, психоаналитик. – Уже прошло почти три года. – Это хороший срок уже, вы об этом уже спокойно разговариваете и даёте оценку своему событию. – А вы, кажется, всё-таки лежали в больнице после попытки суицида. Мы ошибаемся? – Нет, в больнице я не лежал. – Ну, значит, вы... – До такого не дошло, я, как бы, ещё раз вам объясняю, что это было, как бы, всё, то, что я был некрезвый, и, как бы, вот, три девушки поругались, и всё, как бы, вот, из-за этого спонтанно так произошло. – Хороший факт, не только то, что три года прошло. В принципе, самоотношение к своей собственной попытке самоубийства тоже является диагностическим признаком. Он же сразу говорит, что он обрадовался, что его удержали. То есть, вот его отношение. – Спасибо, Борис. – Всего доброго. – Мы здесь за круглым столом сошлись на том, что вы, скорее всего, не вернётесь к такой попытке. – Всего доброго. До свидания, Борис. – До свидания, Борис. Удачи. – Я хотела бы подключиться к нашему разговору и обозначить тот фактор, что полностью согласна с предыдущими выступающими по поводу тревожных ситуаций в жизни человека. – Но мне хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что на самом деле существует общепринятый классификационный подход, что человек проходит 8 фаз развития за свою жизнь. И 4 фазы – это на самом деле теоретическая модель Эрика Эриксона. И 4 фазы у человека приходится на формирование от 0 до 10 лет. И существует такое понятие – драма детства, драма жизни. Вот даже то, что Надежда привела пример – разнокультуральный уровень обеих половин в семье. И нарушение чьей-то территории приводит часто вот к таким трагическим обстоятельствам. Так вот, до 10 лет в ребёнка закладывается всё. А после 10 родители начинают получать зарплату. – Да. – В качестве дивидендов. – То, что заработают. – Да, каким образом они и насколько качественно вложили в ребёнка свои силы. Так вот, определяющая по периодизации фаза – это 2-4 года, то есть от 2 до 4 лет у ребёнка формируется навык саморегуляции. – Так, и что нужно сделать, чтобы этот навык сформировался? – Вот только на этом этапе и больше никогда. – То есть что с ним нужно сделать? – Навык саморегуляции формируется в следующем образом. – Он должен понимать, что меня точно любит, безусловно. – Ну, безусловно, любовь это сегодня уже оскумена, по-моему, во всех передачах. Потому что всё равно наше общество оценивает. И самый главный фактор, что от 2 до 4 лет, кризисный период, 3 года, когда ребёнок уже заявляет о своей самостоятельности. Родители либо к этому не готовы, да, и они, в принципе, редко поддерживают его самостоятельность. Мы наблюдали с вами, как тащат в садик, потому что мама проспала на 15 минут, либо простояла в пробке. И в результате ребёнок не чувствует того доверия, которое необходимо для него в качестве проявления. И редко об этом говорят. Вот я много лет уже практикующий специалист. И приходилось работать в Швейцарии, и в Германии. С американцами работали. У них совершенно другие ментальные установки. – Так, и какая нация наименее неврозная? Наименее неврозная, если не говорить о том, что в плане подхода суицидальных каких-то решений личности. Всё-таки это европейские страны, потому что там больше свободы. – И мужчины плачут. – Да, Владислав, правда. – А как Вы работаете с пенсионерами? Ну, вот по, опять же, этой записке, по докладу Перцеля, кроме подростков, людей среднего возраста, другая, следующая группа риска – это вот люди после 65-ти. Они что, смерти не боятся? Пожили и нет страха? – Ну, вот Вы знаете, я бы, наверное, так не сказала. Наверное, всё-таки люди все разные. И у кого-то есть ощущение, что они не боятся смерти, потому что они уже пожили. Но на самом-то деле, когда подходит тот момент, когда человек серьёзно заболел, допустим, вот он лежит, ему некому помочь, он не хочет смерти. Он хочет жить. И он просит о том, чтобы его подняли, вылечили. – Они потому и обрешаются к нам, что они как раз ищут помощи. – Да, но на самом-то деле, хорошо, что у нас в различных районах города Екатеринбурга существуют такие комплексные центры, например, в каком центре я работаю. И у нас проводится большая работа с людьми пожилого возраста, с малообеспеченными людьми, с многодетными людьми, с лицами бомж. – То есть там причины, я так понимаю, судя по тем социальным группам, которые Вы перечисляете, ну, грубо говоря, отсутствие денег, отсутствие жилем, то есть вот какие-то социальные безнадёбы. – Да, конечно, конечно, безнадёга – это у каждого своя безнадёга, так скажем, да. И причины, естественно, могут быть разные. Но я хочу сказать о чём? О том, что в различных организациях, в таких центрах, как у нас, проводится работа, которая помогает людям выжить в этой ситуации. Мы организуем различные мероприятия, мы оказываем материальную помощь в натуральном виде, мы кормим, мы одеваем, мы обуваем, мы приглашаем на различные флэш-мобы. То есть у нас есть реабилитационное отделение, в котором люди пожилого возраста могут оздоровиться. Там проходит… – У меня вопрос, кто финансирует это? – Кто финансирует? Это государственное учреждение. – Бюджет города Екатеринбурга. – Да, ну понятно, потому что кормим, поим, это всё равно на это средство. – Интересно, это даст информация. – А количественный, ну, скажем так, пропускной режим какой, да? – Сколько человек вы можете принять? – Вы имеете в виду в реабилитационном отделении? – За один заезд у нас приезжает 30 человек. – 30 человек на две недели, да, несколько реабилитационных центров. – Только городские или областные тоже? – Нет, у нас городские приезжают. – И на какой период времени? – Нет, не Октябрьского района. – На городские, все районы. – А на какой период времени? – На две недели. – Две недели. – А как вам попасть? Вот завтра кто-то захочет услышать нашу программу? – Звоните по телефону, могу назвать номер телефона, да, 251-64-35. – И что должен человек сказать или родственники? – Они должны просто сказать. – Ну, вкусно, плохо, одиноко? – Да, совершенно верно. – И человек, сидящий на проводе, он ответит, скажет, куда обратиться, спросит, какая проблема, подскажет дополнительный номер телефона. И мы обязательно свяжемся с этим человеком. – Ну, то есть, ваша задача – сделать жизнь богаче. – Да, наша задача – сделать жизнь богаче, да. – Показать людям, что они не одиноки, совершенно верно, что они не одиноки. И вот эти все мероприятия, которые мы организуем, они дают возможность людям общаться. Даже, понимаете, не сам факт вот этого мероприятия, а факт того, что они с кем-то познакомились, они нашли единомышленника, да, они могут с кем-то поговорить. – Надежда Петровна, вот что еще, кроме того, что вы учите людей материться и ругаться, я… – Нет, это замечательная, на самом деле, история. – Я далеко не знаю. – Какие средства и кто, какие категории? – Вот у вас работники спецслужб, да, кажется, тоже? – В плане вообще-то не то, что учим. Дело все в том, что у наших людей так сложилось еще, начиная с времен Советского Союза, да, потому что или люди старшего возраста тогда воспитаны были, а люди уже более молодого возраста были ими воспитаны, поэтому никуда нам от этого не деться. Чистокол запретов. Нельзя то, 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 плохо, плохо, плохо. Очень мало, что хорошо и что можно, понимаете? – Так, что можно, что вы разрешаете, что можно. – Можно все, понимаете? Можно все абсолютно. Человек имеет право думать то, что он думает, человек имеет право высказывать любую свою точку зрения, искренне совершенно. – А что это за методика? – Он имеет право совершать любые поступки. – Вы рассказываете, что вы делаете с ними? – Если это, нет, чтобы это не превратилось в анархию, да, если это не нарушает, то есть моя свобода, она ограничена только одним – его свободой, ее свободой, твоей свободой. – То есть это что? Это танцы? – Это все, что угодно. – Песни? – У нас, нет, ну, во-первых, у нас идет причина. – Ну, и не нарушают законодательство, я так понимаю, естественно. – А если я не нарушаю пространство других людей, то я законодательство нарушить не могу. – Я сейчас про уголовное на самом деле говорю. – А и уголовное, без этого уголовное, это уже нарушение пространства другого человека. Дело все в том, что вот эти запреты бесконечные, они касаются в большей степени определенных категорий. Допустим, вот, если у нас поступают учительницы, да, учителя, мы это говорим диагноз. Учитель – это диагноз не в плане, там, оскорбительном абсолютно, а в плане сочувствия, понимаете, нам их очень жаль, потому что у них еще больше запретов, потому что они на глазах у детей, у них есть много запретов и обязанностей соответствовать вот этой профессии. – А они такие же люди, понимаете, и они поступают к нам, да, и поэтому, понимаете, вот они выздоравливают порой именно на том, что мы им позволяем делать то, что нельзя, что они запрещали себе всю жизнь. – Например? Ну, я не знаю, закурить в классе или что? – Значит, вот, знаете, курение – это совсем тема другая, я против вообще курения. – Примерно приведите, я понимаю, да, что Влад просто пытается как-то вот, вот какой-то пример, вот есть учитель, он себе что-то, что вы ему разрешили, пример конкретный. – Вы знаете, что делать? – Все у себя в организации или в обыкновенной нашей жизни? – У себя, у себя, ну, мы, понимаете, мы не можем им разрешать или запрещать, во-первых. – Вы объясняете, что им можно? – Мы предлагаем. Самое главное, что мы ничего не заставляем. Мы им предлагаем, допустим, выполнять какие-то упражнения, которые дадут им большую внутреннюю свободу, при этом они решают сами выполнять, не выполнять, понимаете? – Что конкретно? – То есть это в контексте все-таки лечебного сопровождения, да? – Это идет в контексте лечебного, да, это идет в психотерапии. – Что конкретно? – Приведите в мерах, да, конкретно. Учитель, работник спецслужб, у вас тоже есть такие? – Вы знаете, что у нас, у нас, нет, ну, у нас, вот знаете, и журналисты, все, что есть в этом обществе, все есть у нас. То есть это вот срез общества однозначно. Если лежит, допустим, у нас человек, который подвергся рэкету, то обязательно лежит рэкетер. И они почему-то обязательно начинают контактировать. Если, и, кстати, они начинают понимать проблемы друг друга, потому что проблемы у обоих. Если у нас лежит человек, у которого, допустим, близкий погиб в ДТП, то обязательно в это время почему-то поступает человек, который совершил ДТП, и по его вине кто-то погиб. Он же тоже страдает. – Коммерсанты, рэкетер, как они взаимодействуют? Что вы с ними делаете, чтобы они к вам больше не возвращались? – Дело в том, что у нас, ну, конкретные упражнения я не буду рассказывать, но они у нас работают в группе и работают в парах, и они начинают слышать… – А чего же вы? Скажите конкретные упражнения. – Ну, про учителя хотя бы приведите нам пример, раз уж. – Хоть про кого? Кто вам больше нравится? – Ну, я даже растерялась. У нас нет, понимаете, конкретного упражнения для учителя. Дело всё в том, что мы к ним… Все родились, мы… Я подхожу с такой точки зрения, что все родились маленькими детками, но мы не родились врачами, учителями и так далее. И поэтому они все люди, и они имеют право на страдания. – Я слышу, наконец-то. – Да, да. И поэтому у нас идёт там вплоть до провокации, понимаете? Вот, когда начинаю, допустим, я прошу их, чтобы вот один человек по кругу двигался, а все его хвалили. Человек начинает вот просто… Он же хотел быть хорошим, ну вот на тебе. А его, когда хвалят 30 человек, знаете, вот так вот хором, да, ему плохо становится просто. Он понимает, что… Ну, живой человек не может быть всегда одинаковым, он хочет быть разным. Я могу сегодня быть радостной, весёлой, доброй, ласковой, нежной, пушистой. Потом я могу, ну, просто разозлиться, имею право, да? Но это не значит, что… То есть мы их учим к тому, что не надо относиться глобально. Если я злюсь, это не значит, что я злая. – Понятно. – Мир выпуклый. – Да. – Что можно врать, но это не значит, что ты лгун. Понимаете? – Ирина, я вас тоже хочу спросить о конкретном. У вас же вчера был выезд на суицид. Что это было? И как вы работали с этим пациентом? – У меня был выезд на суицид. У меня приходила представитель семьи, где произошла попытка суицида. Сегодня многое я как раз в первой части слышала. Поэтому с самим человеком, который попытался осуществить суицид, у меня вчера встречи не было. Но в воскресенье как раз это произошло. Вообще мартовское обострение, оно ежегодное. Ежегодное обязательно 1-2. Потом идут на терапию на длительную точно так же, да, в арт-терапевтическом цикле. И там, например, произошло следующее, что вот мы уже обсуждали между собой, что женщина решила покончить с собой, открыла газ и одномоментно разрезала себе руку, перерезав сухожилие на левой руке, вся квартира была залита в крови. И соседи, уже обеспокоившись, что газ проникает, запах газа на площадку, они вызвали МЧС. И когда зашли уже в квартиру с помощью МЧС, то через сотовый телефон нашли ближайшие, кому были совершены звонки. Кстати, вот об этом тоже стоит говорить на телефоне доверия, что делать близким в это время. И они позвонили ближайшему человеку, это дочь оказалась, и проговорили, что вот такая ситуация, срочно приезжайте. Дочь приехала, увела мать в травмопункт, ну, слава богу, что это не так далеко, причем это было уже вечер, часов 9, газовики перекрыли, ну, службу МЧС, газ закрыли, заглушки сделали. Вот, в травмопункте ей оказали помощь, зашили руку, дочка ее привела обратно. За этот период вызвала, травматологическая служба, вызвали бригаду, то, о чем мы говорим, да, и как раз дочь-то пришла ее с тем, что бригада ее не увезла, сказав о том, что, ну, вы же дочь, хотя они живут, естественно, в разных домах, в разных даже территориях, вы должны найти с ней общий язык. А, то есть вот так вот, и уехали. Да, понимаете? Поэтому часто то, на что мы рассчитываем, на самом деле, оно не оказывает первоначальной даже поддержки, да. И поэтому, конечно, вчера мне с ее дочерью пришлось проговаривать это вещи, что-то прорабатывать даже в песке, потому что это жизненный сценарий, на самом деле, и мы знаем, что выбор даже по суициду, он передается по наследству, то есть поколения иногда реагируют этим же способом. Нет, не по наследству. Психологический сценарий. Это не наследство. Реагирование на определенную ситуацию. Это воспитательные моменты просто. Просто мы пишем свою жизнь с наших родителей. Ну да, поведенческий репертуар, он закрепляется просто. Простите, пожалуйста, один уточняющий вопрос от Поля для вас. Для пенсионеров участие бесплатно, то, о чем вы говорили. Да. Это вот, ну, вот бесплатно. Нет, ну так, просто вот то, что люди просто беспокоятся, что называется. Если эта женщина придет к вам, ну вот у дочери нет времени заниматься, своя жизнь, своя семья. Вы сможете взять на себя такую ответственность? Или вы скажете, у нас клубы по интересам, но мы все-таки не психиатри. Нет, у нас клубы по интересам. Нет, у нас работает еще и психолог. Мы обязательно дадим консультацию психолога, если нужна будет ни одна консультация. А в такой же неделе недостаточно? То есть потом она должна будет посещать просто приходить? Да, конечно. Если одной консультации будет недостаточно, она будет приходить и приходить до тех пор, когда неуравновесится у нее психоматриарх. Ну, тут очень важно, если динфицировать, есть или нет медицинская проблема. Потому что кому-то достаточно, понимаете, когда человек оказывается в тяжелой ситуации, кому-то достаточно просто зайти к соседке и поплакать, и выслушать, если хорошая соседка. И кому этого хватает, можно никуда не обращаться. Не обязательно. Все должны в каждой трудной ситуации бежать к психиатру, упаси бог. Если соседке недостаточно, если человек не может адаптироваться только от того, что он пообщался на кухне, значит, кому-то может помочь психолог, кому-то, но все равно обязательно надо, чтобы смотрел доктор, чтобы доктор посмотрел. Потому что хоть травматолог, хоть психолог. Психолог – это не врач, это не медик, чтобы люди не путали. То есть он обязательно должен посоветовать, не увозить, не отправлять, понимаете? Потому что тогда у людей теряется доверие к врачам. А посоветовать, сказать, вот, пожалуйста, ты сходи к доктору, посоветуйся. Потому что не значит, что обязательно мы там всех хватаем. У нас вообще вот все люди лежат добровольно. Мало того, они подписывают согласие. Да, она высокая, недоступная для средних слоев населения, ценовая политика. Да, ну, это какая-то иллюзия просто-напросто. А сколько у вас стоит? Это, вот, понимаете, это вот такие профанские разговоры, на самом деле, вы меня простите, ради Бога. Пожалуйста, пожалуйста. На самом деле, у нас лежат люди от студентов до пенсионеров. Хорошо, но все равно конкретный вопрос, сколько стоит, чтобы... А мы индивидуально решаем. То есть есть стоимость... Кстати, лечение само, нахождение, питание, это все бесплатно совершенно. Значит, за медикаменты они ничего не платят. И единственное, что у нас есть, внебюджетная платная методика, которую вовсе не все платят. Это психотерапия. Надежда Петровна, вы сказали то, что к вам приходят добровольно люди. Не добровольно, вообще сами обращаются. Я понимаю, да, но к этому же еще тоже нужно прийти каким-то образом. Вы знаете, кто-то приходит сам к этому, потому что, да, человек может, во-первых, нежелание жить бывает у каждого человека хоть раз в жизни. Вот сколько... Да ну ладно. У меня тоже не было. Значит, я не говорю о самоубийстве, я говорю о нежелании жить. Есть вещи, которые вы просто забываете. Понимаете? Да элементарно. В детстве фантазии вот эти, а если я умру, как будут плакать мои родители? Это же нежелание жить. А это же просто фантазия. Это просто... Это какой-то сценарий. Да. Но это фантазия, понимаете, именно все-таки своим содержанием имеет нежелание жить. На этой оптимистической ноте я... Давайте последний вопрос. Мы сегодня в первой части программы говорили о том, что количество самоубийств в Свердловской области и в Екатеринбурге снижается. Как Вы полагаете, эта тенденция сократится, сохранится, будет сокращаться количество суицидов, в том числе удачных, неудачных? Я считаю, что она сохранится по одной простой причине, что раньше, допустим, лет 40 назад профессии психотерапевт в номенклатуре названия профессии вообще не было. Не было такой профессии, понимаете? Вот. Теперь есть профессии и психотерапевт, и медицинские психологи. Раньше не было медицинских, даже социальных-то, по-моему, не было. Есть психологи, есть психотерапевты, потом психиатры сейчас тоже. К психиатрам люди в очередь пишутся, а раньше их боялись, понимаете? То есть, в принципе, растёт в целом уровень культуры общества, и это очень обнадёживает. Плюс растут возможности нам оказывать эту помощь, понимаете? Хорошо. Ваше мнение? Ну, я полагаю, что всё-таки количество таких случаев может увеличиваться. Почему? Например, в этом году почему может увеличиваться количество? В этом году, понимаете, это как в своё время люди начинали токсикоманить, то есть общество занимается какими-то глобальными проблемами, а население остаётся в стороне. И как лакмусовая бумажка вот эта ненужность, то, о чём мы говорили, невостребованность людей, она на самом деле возрастает всегда в те кризисные переломные моменты для самого общества. Слава Владимировна, только коротко, очень мало времени. Я не хочу делать никаких прогнозов. Я хочу, чтобы общество было добрее, стало добрее, люди бы повернулись лицом друг к другу, больше бы отдавали своего душевного тепла, и тогда не будет никаких суицидов, и всё будет у нас прекрасно. Спасибо, что были с нами. Берегите себя. Ну, правда, у нас закончилось время. Спасибо вам за участие. Берегите себя. Не болейте и обращайте к специалистам, если такая необходимость есть. Рецепт, как при любой болезни, на самом деле. Следи за собой, будь осторожен, если что, обращайся за помощью. Смотрите нас каждый день на телеканале ЕТВ. Это была сумма мнений. С 20 до 22 каждый вечер в прямом эфире. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok